МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей программе есть уникальный шанс увидеть, как живет королева русского шансона. АПЛОДИСМЕНТЫ Мои родные, россияне дорогие, И заграничные веселые друзья, За столько лет ко мне не стали чужими, Нужна вам также песня звонкая моя. Я буду баловать и радовать вас песней, Без песней жив, как без воды, совсем нельзя. Так обрадим и перестанем питься в сердце, Я буду петь, я вас моей душой. Ёлка, ёлка, зелу я тебя в руках, За то, что ты, мой господин, соловей. Сегодня ты на прайке не сидишь, А завтра можно выйти на прахвей. Сегодня ты на прайке не сидишь, А завтра можно выйти на прахвей. Люба-Любонька, целую тебя в губаньки, За то, что ты поешь, как соловей. Сегодня ты на прайке не сияешь, А завтра, может, выйдешь на прахвей. Сегодня ты на прайке не сияешь, А завтра, может, выйдешь на прахвей. На этой записи 1994 года Любовь Успенская выступает в московской гостинице «Метрополь». Она только что покинула Брайтон-Бич и навсегда вернулась в Россию. На певицу сразу обрушилась народная слава, но, несмотря на это, Люба-Любоньке понадобилось долгих 20 лет, чтобы обзавестись собственным домом на родине. И сегодня она впервые покажет зрителям программы «Пусть говорят» свой четырехэтажный особняк в тысячу квадратных метров в ближайшем Подмосковье. Смотрим наш эксклюзив. Мы сейчас находимся в прихожей. Перед нами такая красивая красная-красная люстра, которая сразу поднимает настроение вот этим необыкновенным светом. Я сюда захожу и понимаю, что я пришла домой. Ну что, уже сегодня можно ничего не делать, можно просто отдыхать, а можно еще пригласить друзей. Ну, правда, у себя уже дома. Пойдемте на кухню. Я вам покажу кухню и покажу Фрэнке, который вот кушает. Фрэнке ест. Слава Богу, Фрэнке, ешь. Ешь. Кушай. Ну, питаюсь я, конечно, очень здоровой пищей. Питаюсь. Очень люблю сырую еду. Сырую рыбу люблю. И, вы знаете, мы недавно были на Мальдивах, мы ловили рыбу и прям сырую ели. В холодильнике у меня всегда много еды, но сегодня вам не повезло. Мой муж уехал, и мне ничего не надо. У меня есть оливки, у меня есть помело, у меня есть виноград, у меня есть даже еще и хурма. Я ее люблю очень. Я советую всем женщинам есть хурму, потому что она защищает нас от раковых заболеваний, особенно в области щитовидки. Порошок, сметанка, мед. Ну, все, что нужно, чтобы быть здоровой, красивой и молодой. Это, конечно, все хорошо. Маски, кремы, пластические операции, подтяжки. Может, оно и хорошо все. Но, честно, секрет красоты для меня заключается в хорошем настроении. Красоты молодости. Мне кажется, что человек всегда будет моложе, красивее. Вот если он будет улыбаться, если он будет счастлив, если он будет радоваться каждому дню. Вот счастливый человек только и может быть всегда молодым. Меня радует то, что я нахожусь с моими близкими, друзьями, с моим Фрэнки. И вот в этом я ищу, вот это мое счастье. Это мое счастье. Очень красивая женщина Любовь Успенская успела побыла. Она могла забывать замужем три раза до того, как встретила нынешнего супруга Александра Плаксина. Это произошло 30 лет назад в США. Там же родилась ее дочь Татьяна. Сейчас вся семья живет в России, но за океаном у мужа остался бизнес и родители. И пока супруг находится в очередной командировке, Любовь балует себя полезной пищей. Это мой супруг, ну такой вот рецепт, очень здоровый. Там, значит, куриное мясо, абсолютно нет грамма хлеба, абсолютно ни одного яйца нет. Зелень, укроп, тархун, что еще? А, лук, сельдерей, фенхель, все. Я туда еще водички добавляю, чтобы они были такие сочные. Эти котлеты, чистый белок, полезный продукт. Я их стараюсь так мало жарить, чтобы они были как на пару. Эти котлеты, они просто обедение. Чуть-чуть такие, вот чуть-чуть подрумянные. Можно есть спокойно, там не думать о том, что я переел. Это просто салат такой, зеленый салат с помидорами, листья корна и оливковое масло с бальзамик, уксусом. Простой салат такой, да, традиционный, обычный. Там так мало калорий, и он такой еще полезный. Вот когда поешь такой салат, думаешь, господи, не напрасно жизнь прожита. Я всегда себя чувствую виноватой, когда я съем не то, что надо, не ту еду, не полезную. Я всегда себя чувствую в этот день виноватой. А чем вину свою заглушить? Вину, получается, в общем, жизнь напрасно прожита. Честно говоря, и времени нет на то, чтобы позволять себе это делать. Ну, иногда, в праздники. Мама, ради бога, я никак ли не пьяна? И не одинока, и не просто влюблена. Пропадаю я. Пропадаю я. Мама, вытри слезы, а иначе быть в беде. Глупые вопросы, что я делаю и где. Пропадаю я. Ночами пропадаю я. На него, на него я смотрю и понимаю, пропадаю я. Пропадаю я. Ничего, ничего, ничего о нем не зная, пропадаю я. Пропадаю я. За него, за него все отдам и потеряю. Пропадаю я. Пропадаю я. Без него, без него, без него судьба другая не моя. Друзья приходят и сразу и хотят в бар. Сразу хотят в бар. Хотя в баре, в баре, ну, есть что, да? Мне моя дочка говорила, мама, мне подружки в школе говорят, у тебя мама, вот, как хорошее, дорогое вино. Чем старше, и оно дороже. В принципе, это хороший комплимент. Мы пошли в зону, где бы я мечтала когда-нибудь отдохнуть. Я здесь редко бываю, потому что я вот, когда надо сюда прийти, то надо, в общем-то, иметь для этого много времени. И я раз, по-моему, вот мы в доме уже сколько, с моим месяцем, я еще только один раз была в этой комнате. Вот эта комната, хамам называется, для нас, для певцов, вокалистов, очень важно, чтобы для связок, для горла был такой влажный пар. Мне он очень помогает. Хамам – это вот такие столы, они не деревянные, они каменные. Вот у них и отсюда, вот отсюда, из этих мест выходит пар. Вот на этом столе можно полежать, тебе делают массаж, потом можно сделать скраб. Для тех, кто не знает, что такое скраб, это такое легкое шелушение, когда тебе соскребают ороговевшую кожу, и ты становишься снова молодым. Прямо такая разогретая, вся розовая, прыгаю в этот бассейн и плаваю. Я же знак зелья корыбы, и я люблю воду. Вот здесь у меня и волны есть, и все, что хочешь. Возможности у этого бассейна мы сделали так, чтобы можно было и в джакузи посидеть, допустим, и поплавать, и поработать физически. Я не была ни в одном салоне красоты, и вы не поверите, все приходят ко мне. Я для этого сделала комнату, я все сделала для того, чтобы можно было дома. Маникюр, педикюр делать, красить волосы, сделать стрижку. Ко мне приезжают с удовольствием, потому что здесь как в салоне, в принципе. Вот, пожалуйста, все к услугам. Я абсолютно довольна своим возрастом. Я родилась в 54-м году, 24 февраля. И сегодня немножко время такое, да, сегодня как-то век женский немножко удлинился. То есть если раньше женщины в 50 лет уже были старыми, в 45 лет уже такими выглядели, да, пожилыми женщинами, уже не молодыми такими, да. Сегодня женщина, может, в 50 лет еще нравится мужчинам, еще ему было быть желанной и в 55, и в 60. То есть женщина сама себе сегодня хозяйка своему возрасту и своему, да, внешнему виду. Сегодня много возможностей для того, чтобы продлить свою молодость. То не горе, а веселье у меня в глазах. Я справляю день рождения на семи ветрах. И гаят огни в тумане, улетая в ручь. И поют со мной цыгане всю ночь. Свой юбилей Люба Успенская встречает в кругу близких и знаменитых людей. Сегодня она успешная певица, мама и потрясающая супруга. Хотя личная жизнь Любы достойна остросюжетного романа. Я уже рожала, у меня были дети в 18 лет, я родила близнецов, мальчиков у меня умерли. Один ребенок умер сразу, один был жив еще неделю. И я не понимала, что в основном будет, что будет с этим ребенком. И когда они мне подходили, говорили, лучше, чтобы он умер. Представляете, мне надо было это слышать, чтобы он умер. Потому что если он выжил, то он может быть больным. Потому что у него уже проблемы. И я не понимала, что лучше, что плохо. И как можно так хотеть, желать это живое существо. Я видела счастливых женщин, которые лежали в одной палате, которые родили благополучных детей, кормили грудью. Я должна была еще видеть это, когда они приносили этих детей здоровых. И вместо того, чтобы меня надо было изолировать, чтобы я не видела вот этого всего, потому что это еще хуже было. От этого очень тяжело. Я поняла, что мне надо убежать из больницы. Много лет я боялась думать о материнстве. Страшно было. Я почему-то думала, что у меня повторится та же история. Но потом, когда я вышла замуж, и вот... И Александр... Он мне сказал, роди мне ребенка, я так хочу ребенка от тебя. И ни один мужчина так не просил. А он просто... Ты мне родишь, ты обещаешь. И я хотела ребенка. И вот это чувство желания сильнее, чем страх. Вот желание... Родить девочку, мальчика, родить ребенка, это намного сильнее, чем этот страх. Это желание просто... Оно затмило все страхи, все ужасы, все забыло. И все хорошо было. Еще прыгай. А ну еще прыгай. Танечка, а ну позови. Люба. Гробко. Люба. Саша, хэппи бёрстдей. Саша, хай. Спасибо. Хэппи бёрстдей, Саша. Слышишь? Саша, тебя хочет поздравить твоя дочка Татьяна. Сдержи, тата. Скажи папе, хэппи бёрстдей. Саша, мальчика. Я брела ту семью, которую я хотела. Я родила ребенка. И карьера, и все началось именно вот после 30-ти. Не надо ничего бояться. И когда. Вот такая наша жизнь, вот такая. Кто кому-то дарит всё, братая. Кто кому-то почему нет дороги, Всё-то сделать, норовить поперёд. Вот такая наша жизнь, вот такая. Кто кому-то дарит всё, братая. Кто кому-то почему нет дарьёд. Всё-то сделать, норовить поперёд. Сейчас короткая реклама. Далее в нашей программе мы вернёмся в дом Любы Успенской и посетим её спальню и гардеробную. А также почему два года она не могла пережить то, что её родная дочь ушла из дома. Спасибо. Вы смотрите «Пусть говорят». Сегодня наша программа вместе со всей страной отмечает день рождения Любы Успенской. И у неё высший балл в фигурном катании. Сегодня 6-0. Вместе со зрителями нашей программы мы на уникальной экскурсии по новому дому Любы Успенской в Подмосковье. Пойдём на второй этаж. Вишина. Он хороший, он тоже. Иди сюда, Вишинка, иди сюда, да, мы идём. Всё, пошёл музыку слушать. Ну что, это уже второй этаж. И справа моя спальня. Сейчас я вам свет включу. Вот этот тот красный свет, может, он кого-то пугает, а меня он радует. Я сюда прихожу, я в праздник прихожу. Тёплые полы кожаные, и они всё вместе, вот белые с красным. Мне кажется, это так здорово. Это моя Танечка. Она вообще абсолютно не любит краситься. Её кто-то делал, лицо, она вообще не любит краситься. Кто к нам пришёл? Сейчас я ему. Кто пришёл? Фрэнки, ещё один ребёнок. Это ещё сын. Чтобы проснуться утром и быть такой, ну, во-первых, нужно проснуться с хорошим настроением. И когда у тебя хорошее настроение, ты уже не можешь плохо выглядеть, улыбаться. Человек, который улыбается, он всегда красив. О, вот это всё. Раз ты так себя ведёшь, пошли мыться. Фрэнки, сейчас пойдём мыться. Пойдём мыться. Пойдём мыться. Мыться. Это он не ходит. Идём, идём. Вот. Это ванная. Она такая яйцеобразная. Я такую сама хотела. Душ, посмотрите, какой у меня красивый. В молодости. Я помню, боже мой, что я только не делала. Чего я только не мазала на лицо. Всякие овощи, фрукты на лицо клала. Ну, всё, что ела, то и на лицо клала. Всё искала, чтобы придумать какое-то средство. В итоге лауреатом Нобелевской премии придумал такой вот препарат. Крема лечит детей от тяжёлых ожогов. Да, кожа мёртвая там, да. Восстанавливает клетки. Клетки оживляет. Кожа становится живой, здоровой. Они поняли, как мы можем такую кожу делать и на женщинах. Это замена пластической операции. Да. Я уже много лет попользуюсь этим. И чувствую себя очень даже молодой. Боже мой, как же я сегодня хорошо выгляжу. Ничего не вижу плохого. Почему так часто меркнет цвет? И я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. А я сяду в каприоле. В 94-м году на своём каприолете Люба въезжает на музыкальный Олимп. Тогда песня каприолета становится главным застольным хитом всех российских женщин. И едва ли не каждая домохозяйка мечтала, чтобы на роскошном авто её увезли из домашней рутины. И мало кто представлял, что эта смелая женщина из клипа всего лишь экранный образ. А о своих тайнах она рассказывает только сегодня, в свой день рождения. Я самая красивая. Самая лучшая. За мной очередь стояла мальчиков. Всегда. И никакие девочки рядом не стояли. Мне нравилось, что там они за меня ругались, дрались. Вот эта вот тема интриги, это мне всегда очень нравилось. Я любила это больше, чем саму любовь. Да я поправилась немного. Ну и что, я не встану на весы. Ну и к чёрту, я не хочу портить себе настроение. Я не встану на весы. Я встану на них тогда, когда я увижу, что на мне платьичко висит. Тогда я встану. Есть очень хорошее, обалденное средство, метод похудения, диета, зашить рот. На зависть к коллегам Любовь Успянская всегда отличалась встроенными формами, которые удачно подчёркивают её концертные наряды. Эксклюзивные и дорогие платья ни на минуту не дают артистке расслабиться за столом. Это гардероб. Комната спецодежды февицы. Вы помните, когда был один в один, да? Чумаков под меня сделал платье. Вот. Ну, правда, это далеко не оно. Вот это платье. Знаменитое, да? Вот Чумаков у меня одолжил это платье. Лёша – настоящий мужчина стопроцентный и довольно-таки крупный. Поэтому воспринимать Лёшу и принимать это всерьёз – это смешно. И тогда платье я его купила в комиссионке в Лос-Анджелесе. Его на «Оскар» одевала Клаудия Шлифов. Клянусь. Никогда не старалась одеться так, чтобы мужчина увидел, что я старалась, готовилась для него. Платье, которое я одевала на свой день рождения, на свой день рождения, это, ну, его тоже надо быть, надо подвиг совершить, чтобы это платье одеть и ходить в нём целый вечер, потому что оно со шлепом, оно тяжёлое. Какая любовь была, месяц прошёл, как день, а просто зверень цвела, просто цвела сирень. Мне было очень тяжело, наступало. И потом встала, говорю, публике, извините, простите, я уйду на пять минут переднего платья. Туфли и сумки – это моя страсть. Ну, это только часть. А у настоящей женщины должно быть очень много обуви, но сто пар точно. Достаточно посмотреть на обувь, и всё, и понятно, что женщина со вкусом, вот красивая, тоже. Мужчина, когда я сразу на обувь смотрю, если она грязная, всё, этот мужчина – фу. Это я оделась для вас, для вас колечки там все, а так я вообще не ношу и не люблю. Я когда была маленькой, я так хотела, думаю, ой, я вырасту, стану, зарабатываю деньги, ну, куплю бриллиантов, драгоценностей, оденусь, как ёлка новогодняя буду вся. И потом, когда я вот поняла, что я могу себе купить и кольцо, и серёжки, и колечки, я поняла, что меня это не радует, это не моё. Кстати, это шепард только 50-го года, и эта коллекция была такая limited collection, в которой считанные были обезьянки, бриллианты, изумрудика. Я люблю вот такое редкостное какое-то изделие, которое вот не носят все. Я никогда не любила ярко краситься. Я вот сегодня и сегодня не люблю. И вот сейчас я считаю, что я очень много косметики на мне. Пойду, покаюсь в батюшке, поставлю всем свечей, Чтоб милый мне повстребился, да, чтобы был мечей. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАРУСЕЛЬ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Роман в кадре. Люба только подливала масло в огонь своим молчанием, но только сегодня и только для зрителей нашей программы она показывает того единственного, с кем делит сегодня постель. АПЛОДИСМЕНТЫ Фрэнки спит со мной. Хотя у него своя комната, но он почему-то любит спать со мной. В той комнате его чешут, а сюда его приносят уже чистенького, красивенького, холеного. Идемте к Фрэнке в комнату. А там никого? Вот, это комната Фрэнки. Вот посмотрите, какая она. Вот это не моя комната, красная. А вот видите, она такая нежная, на ней сакуры цветы, да? Вот. Это доказательство, что это Фрэнкина комната. Вот его игрушки. Фрэнки, покажи, какие у тебя вещи. Вот это его шампуни, зубные щетки, его мисочки. У него такие мисочки, фэнсики, модные. У него шарики. Вот я ему надуваю шарики. Посмотрите, что он делает. Вы должны это снять. Вы должны это снять. Вот это незабываемый момент. Это он уже поднял ножку. Хотя, почему мы ему одеваем памперсы? Он уничтожил не один дом. Я поменял на пять диванов. Пять. У него такие красивые вещи, и он не хочет одевать. Посмотрите, Тиффани, Беверли Хиллс, Гуччи. Это все Гуччи. Роберто Кавали. Сейчас. И вечно кусает меня, когда я хочу надеть косточку. У него обувь. Посмотрите. Это обувь у него там. Фрэнки, покажи какие-то очки, потому что любишь не ходить. Сейчас еще кепочку одену его. Подождите. Сейчас. Принуйся. Чувай. Малютка моя! Я так привязалась к нему. Вот я утром просыпаюсь, и он радуется, меня целует. Говорит, господи, меня никто так не целует, как он. Собачка не умеет играть. Он не умеет фальшивить. Но он сладкий. Это его ванная. Его здесь моют. Вот эти его шампуни. Вот это его щеточки зубные. Глазки протирать. Средства. Вот, Фрэнки, чтобы не перепутали. Идем. ГЛАЧНАЯ МУЗЫКА Говорит, гады, гады. Хорошо, я не буду темно. Давай спаем песенку. ГЛАЧНАЯ МУЗЫКА Шесть лет назад домашний питомец Фрэнки стал ангелом-хранителем Любови Успенской. Тогда певица переживала глубокую депрессию. Ее единственная дочь Таня покинула отчий дом и по стопам матери отправилась покорять Америку. В другую жизнь Тебя отдать И падать больно, и летать. Лети, моя девочка, лети По жизни счастливого пути, А сердце у матери болит. Лети, моя девочка, лети, 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 и на прощание Лети, лети, дай обещание Лети, лети, и улыбайся Лети, лети, и воплощайся Лети, лети, и на прощание Лети, лети, дай обещание Лети, лети, и улыбайся Это такая была история, когда моя дочка уехала в Америку. Ну и вот этот момент сумасшедший, да, было страшное переживание. Вот как-то было страшно, вот что она там одна будет, как она там выживет, как она там, ой, что с ней случится. Но она никогда из дома не уезжала, и, в общем-то, там никого не было в Нью-Йорке. И это было непривычно. Я думаю, что это все родители переживают, это состояние. Привыкнуть к этому очень сложно. И я не то что привыкнуть, я не могла работать, я не могла ни о чем думать. У меня все как-то не получалось. Ну, то есть никаких сил не было. И я поняла, что я вот никогда себя не чувствовала в таком состоянии. Не была никогда такой несчастной. Я заходила в магазин, хотела, так рукой невольно, хочу взять йогурт, любимый Танечкин. И потом понимаю, что кому я беру йогурт, ее нет. Я захожу в комнату, хочу ее спросить, я понимаю, что ее нет в комнате. А эта комната, я даже никому не разрешала в нее входить. Мне не хватало ее запахов, ее духа, ее наших разговоров с ней. Мне не хватало вот даже какой-то шума, который был в доме. Она там любила на фортепиано играть. В общем, у меня было какое-то страшное наваждение. Нашло, и я понимала, что что-то надо делать. А что я не знала. Сейчас еще одна короткая реклама далее в нашей программе Люба Успенская и депрессия. Как она ее победила, а также что в ее доме делает актер Максим Аверин. Все подробности в этой рекламе. Вы смотрите «Пусть говорят» сегодня королева русского шансона. Люба Успенская отмечает свой день рождения и рассказывает нам все тайны своей жизни. До ухода на рекламу Люба рассказала о том, как тяжело она переживала отъезд дочери в Америку и о том, как ей пришлось пережить депрессию. Сейчас она покажет, как она смогла ее побороть. Лети, моя девочка, лети. Моя девочка поможет. Отца нам не сказала, возьмите себе преподавателя йоги. Преподаватель оказался очень способный, и она почувствовала очень меня. И понимала, что мне плохо. И недели три она приходила ко мне каждый день. Она видела, что я в упадке, да? И где-то на четвертой неделе, и она, и я почувствовали, что во мне что-то поменялось. Я понимала, что у меня произошло какое-то просветление. Сначала вообще в йоге, сначала вообще йогу не показывают. Но вообще такие вещи, я считаю, что это не должно быть показываться. Ну, я не знаю, я сегодня иду на преступление. Я без разогрева, без ничего попробую. Сейчас. Ой, сейчас. Ой, сейчас. Это все без... Это все потому, что надо разогреться. Сейчас сделаю позу, больше ничего не буду показывать. Да не, ну, подождите, я постою. Какой-то держит. Сейчас. Я встану. Я стою и худела на руках. Я просто сейчас не хочу. У меня состояние такое. У меня такая жизнь, я интенсивный человек, я очень энергичный человек. И мне иногда нужно успокоиться, мне нужно вот как-то прийти в себя и немножко вот сохранить эту энергию внутреннюю в себе, чтобы вот ее, допустим, поберечь для следующего моего выступления. Я чувствую, что я вот успокаиваюсь и выхожу. У меня такое умиротворенное лицо. Йога на какое-то время меня успокаивает. Сегодня заботливая мама и ее дочь Таня занимаются йогой вместе. А свои успехи всегда современная любовь Успенская выкладывает в интернет. Впрочем, на недостаток поклонников всех возрастов королева русского шансона никогда не жаловалась. Поздравляю. Это мой любимый дружочек Миша Бублик. Это суперзвезда шансона. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Таких, как Люба, уже не делаю. А буду делать? Не буду. Уже таких никогда не будет. Сказал, смотри какой. Как призналась певица, эта встреча в спальне ей дорого обойдется. И без того ревнимый супруг Александр очень долго привыкал к ее популярности. Сначала было очень сложно. Ему это не нравилось. Он не ревновал. И для него это было непривычно. Он всегда считал, что женщина, которая с ним, она должна видеть только его. И даже в шутку она не может обращать внимания на другого мужчину. Он такой непрошибаемый человек. Отношения супругов обострились в прошлом году, когда в прессе появились фотографии, на которых Люба целует афроамериканского стриптизера. Тогда певице, да, пришлось приложить немалую силе, прежде чем объяснить супругу, что происходит. И уже не танцует никто этот медленный танец. Старомодный такой и не нужный теперь никому. И уже навсегда потускнел фотографии глянуть. Никого не узнать и смотреть на нее ничем. Когда вот меня показали там с черным мужчиной и поцелуй, и сказали, что это фотошоп, и все. Я не знаю, поверил он мне или нет, но он согласился, что это фотошоп. Мы на какое-то время расстались. Я так страдала, что я даже не могла спать. Я начала пить снотворное. И потом я поняла, вот это любовь. Когда у меня были такие сложные минуты, минуты, казалось бы, такие, да, но на грани. Я вот эти минуты как раз, вот эти тяжелейшие, мне помогали. Потому что я больше чувствовала то, что я делаю. Более это отражалось и на моем голосе, и на моих песнях. Где ты сейчас, мой далекий и незримый? Как безымян найдет в небе звезда. Где ты сейчас, мой любимый, любимый? Вспомни меня и забудь, когда-то, где ты сейчас, мой далекий и незримый? Как безымян найдет в небе звезда. Когда поете вы, это так может петь каждому мужчине. Не только для него одного единственного, но вот сюда, вот, прям близко к сердцу. И так женственно, и так нежно. Такие бы слова, такими устами, такой нежностью, такой любовью хотел бы услышать каждый мужчина. Снимаю, что я. Браво! Ветер По всей земле гуляет ветер И не найти на целом свете Знакомых улиц и домов О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Сегодня Люба одна принимает гостей по случаю новоселья и дня рождения. Ее супруг Александр срочно улетел в Америку, где живут его пожилые родители. Это Игорь Григорьев. Мы с ним были в проекте «Две звезды». Там началось наше знакомство, и мы никак не можем расстаться. «Две звезды» у нас давно закончился, этот проект закончился, а мы не можем расстаться, потому что этот человек очень интересный, он меня многому научил. Белые розы, белые розы, без защиты шипы. Что с ними сделал снег и морозы? Я от витрин голубых, люди украстья вами свой праздник лишь на несколько дней. И оставляют вас убирать на белом холодном огне. Она боготворить мужчину. Для нее мужчина герой. Я считаю, что первый признак женщины – боготворить мужчину. А второй талант – она сама прекрасно готовит. Она сама руками жмет сыр. Она ходит на рынок, она выбирает продукты, она готовит. Это совершенно потрясающее качество. Быть звездой и мужчине готовить еду на кухне. Так я так нахожу дорогу к мужчине, к сердцу. Вау! Вау! Очень красивая женщина, из зали сразу видна. Очень красивая женщина, долго не будет одна. А я сейчас наш для тебя подарок приготовила. Очень красивая женщина, хочет любви для себя. Куда повела Игоря Григорьева Люба Успенская, певца, с которым она принимала участие в проекте «Две звезды». Все подробности и другие гости вечеринки сразу после. Хорошая реклама. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз всем добрый вечер. Сегодня, в свой день рождения, Люба Успенская принимает друзей в своем новом шикарном доме в Подмосковье. Всклюзив нашей программы, мы практически ведем прямую трансляцию с этой вечеринки. И давайте посмотрим, кто собрался сегодня поздравить любимую певицу. Боже мой, все вы такие красивые. Вы все такие классные, все такие музыканты здесь. Вот здесь ни одного нет лишнего человека. Вот Эдгар Акопян, потрясающий скрипач. Игорь Азаров, автор песни. К единственному нежному. Горький шоколад. Карусель. Это Алик Мирвас, человек, с которым я убежала в Армению в свое время, в детстве. Мы не побоялись улететь, уехать. И вместе в 16 лет уже работали и зарабатывали сумасшедшие деньги. Такие, которые не снились вообще никому. Вот еще один гениальный. Саша. Александр Розенбаум. Я подписку, а не выездки дала, делала все то, что раньше не могла. Я отстырывала кровь, позабыла про любовь. И на хате их с пельменями ждала. А не хочу я погибать за водницкую коробад. Я жаловая не была, да и не пыть. За странную машу. Плачу каждый день нашу. С чистой совестью хочу я заложить. Эх, Маруся! А Коля так тебя любил. Ее не пил, себе копил. Тебе копил. Маруся! В том, что касается такой темы, как советские люди помнят, ресторанная певица. В высочайшем смысле этого слова. Потому что ресторан это огромная школа. Это огромный кусок жизни людей был. Огромного количества советских людей. В нем она королева, без сомнения. Никто выше нее пока не прыгнул. Думаю, что уже не прыгнет, потому что и жанра этого уже нет сегодня. Живи долго, счастливо, нам на радость. Это Слава Медяник. Вообще бархатный баритон. Шацон. Никогда люди не были ближе, чем мы с тобой сейчас. Оглянись, я твой профиль увижу последний раз. Я буду очень по тебе стучать. Каждый день и вечер каждый. Буду помнить о твоих больших ласковых руках. Я ее впервые услышал. Мама моя родная. У меня сердце замерло. У меня там это. Я вообще настолько меня это тронуло. Настолько я... И потом я ее переслушивал, переслушивал, переслушивал. Начал представлять, какая же она. Потому что не было вообще информации о ней. Я думал, она такая какая-нибудь, ну типа Фейна Раневская. Типа там думал, такая она с фотороской. Она такая там с ярко накрашенными губами. Такая полная. Когда я ее увидел, я чуть в обморок не упал. Влюбился. А кто в нее не был влюблен? Мужики, мужики, люди глупые. Все извилины у вас разогнутые. Забываете вы, что она, что она должна быть влюблена? Забываете вы, что она, что она должна быть влюблена? Как блэсдекуэн. Как блэсдекуэн. Ура! Как блэсдекуэн шансон. Легкая. Грэзер. Ну что? Ну только в этом доме могло быть столько красивых мужчин. А я люблю вино, музыку, красивых страстных мужчин, особенно музыкантов. Но среди гостей нет самого долгожданного и любимого гостя. Супруга Александра, с которым она счастливала браке почти 30 лет. Александру срочно пришлось улететь за границу по семейным делам. Расстояние все же, половина беды. Мне кажется, любовь – это обязательно переживание, это страдание. Вот если нет страдания, это не любовь. Это не любовь. И я помню все свои романы и все свои встречи с мужчинами, которые в моей жизни были. Вот где я по-серьезному переживала, страдала, эти все моменты в моей жизни остались самыми незабываемыми. Все равно это временная разлука, но все равно мы вместе. Берегу, грешному бегу по полю снежному, как будто бы по-прежнему люблю я. Наша программа подходит к концу. Я еще раз поздравляю любимую Любу Устенскую с днем рождения и новосельем. Я надеюсь, что ее оператор мобильной связи выдержит весь тот шквал звонков, который начнется по совершению передачи. Желаем ей оставаться такой же молодой и красивой. И я хочу поставить точку в нашей программе сегодня ее песней, которую я слышу всегда. И мне кажется, что она поет ее всегда только для меня. Люба, с днем рождения! К единственному нежному Бегу по полю снежному По счастью безбетежному Скучая и тоскуя К далекому и грешному Бегу по полю снежному Как будто все по-прежнему Люблю я У непьющих работающих родителей органы опеки забрали трех сыновей 7-летнего Максима, 4-летнего Сашу и 3-летнего Мишу. По мнению органов опеки, в доме Румянцевых антисанитарные условия, а долг по коммунальным платежам составляет 115 тысяч рублей. Именно долг по коммуналке стал решающим фактором для того, чтобы разлучить трех детей с родителями. Почему же из-за этого нужно отбирать детей? То, чтобы говорить, у нас нет ничего, мы нищие. Уже на протяжении двух месяцев братья живут в приюте. Каждый раз, когда Денис и Елена навещают сыновей, малыши не могут понять, почему родителям нельзя забрать их домой. Можно ли за долги по квартплате разлучить любящих родителей с детьми? И тогда почему соседи Румянцевых по коммунальной квартире уверены, что детям будет лучше в детском доме, чем с бедными родителями? Румянцевых по коммунальной квартире